Шеф-повар из народа Все будет хорошо, хорошо, хорошо Все будет хорошо Говорят, из-за стола нужно вставать полуголодным, а не полуживым. Но я вам этого сегодня не обещаю. В нашем шоу готовят щедро и с любовью. Вы смотрите третий сезон кулинарного проекта «Народный повар» и я Герман Титов. Сегодня в отборочном туре сразятся две женских команды. Итак, сестры из Лепеля Елена Исакович и Юлия Ткачонок. Против подруг из Минска Жанна Островская и Анастасия Эрнепесова. На нашей кухне на самом деле время летит незаметно, но вот ошибки они подмечать очень даже успевают. Наше строгое, профессиональное, опытное и справедливое жюри. Шеф-повар Антон Каленик. Учился у сильнейших кулинарных мастеров Италии и Франции. Глава белорусского альянса поваров Slow Food. Единственный шеф-повар в Беларуси и первый в СНГ, который вошел в состав Всемирной ассоциации шеф-поваров. Фермер Андрей Абрамов. Белорусский ковбой, фермер и хозяин хутора в Браславском районе. Строит деревню 21 века и производит там деревенские натуральные продукты в замкнутом цикле. Первый и пока единственный в Беларуси владелец личного подсобного хозяйства, получивший сертификаты соответствия на органическую продукцию. Ну что ж, я думаю, что вот такой мужской экспертный состав просто нуждается в объективном женском взгляде. У нас в гостях очаровательная, заслуженная артистка Республики Беларусь, телеведущая Алена Ланская. Ну вот хотели красоты. Да. Получайте, получайте. Ален, как дела? Как настроение? Замечательно, все отлично. Утро, пришла на передачу, решила сегодня сделать разгрузочный день, но понимаю, что сегодня это не выйдет. Не выйдет. Слушай, вот если бы представить, что это была твоя бы домашняя кухня, вот что бы ты сейчас себе такого эдакого приготовила? Вот если бы ты дома была сейчас. Я в те моменты редкие, когда у меня есть выходной день, готовлю с утра какие-нибудь блинчики себе. Мне очень нравится вот кофе, особый ритуал, вот посмотреть какой-нибудь сериал с утра. Очень важно, какие блинчики. Подожди, тонкие, налистники, или как они еще называются эти ваши? Тонкие, тонкие. А, панкейки. А, панкейки. Аладушки. Нет, нам замежных ничего не требовало. Аладушки. Вот, можно оладушки, можно тонкие блинчики, такие, как готовила мама мне в детстве. Вот. А подожди, еще очень важный момент. Варенье или сметана? У меня дело в том, что есть возможность домашнего варенья иметь возможность. У меня сестра занимается... Варенье вот оно у тебя. Консервация, варенье вар. Поэтому консервация у меня дома стоят всегда. Консерватолога. С медом вкусно. И различные начинки, добавки. С сыром можно, кстати. Мы тоже любим мед, кстати. В том числе. Вот мы все любим мед. Мы любим мед. Любим мед? На мед. На мед. А, мы любим мед. Ладно. В общем, у нас прекрасное настроение, прекрасное чувство юмора. И мы приглашаем тебя разбавить этот скучный коллектив. Я только за. Проходи, пожалуйста. Алена Оланская, гостя. Все тебе. Ален, все тебе. Все без мяса. Итак, иду я в Лепель, понимаешь. Еду в Лепель. С удовольствием еду. Потому что знаю, что вы к нам очень хотели попасть на программу. Очень. Так и вышло? Да, готовились мы очень долго. С летом. Все, лето. С летом? С летом. Да, Лена готовила для вас вот такие заготовочки. Вот такие вкусняшки. Тихо, тихо, тихо. Держим крепко. Это очень тяжело. Я не знаю, как это. Можно поставлю я? Конечно. Мне не хватает сил пока еще вот это все взять. Не, ну я не Якубович, конечно, но мне приятно. Но это еще не все. А можно посмотреть? Можно посмотреть? Можно, конечно. Так, сейчас я туда зайду как-то аккуратно. Давайте мы вам поможем. А, вот, есть, вот. Есть. Вот, вот, отлично. Так, я буду доставать, вы будете рассказывать, что это. Огурчики. Ой, как красиво. Ребята, девчонки, посмотрите. Это же очень красиво. Это прям можно фотографировать. Это, знаете, как это? Похоже на аквариум. Красота. На детский. На детский. Красота. Да, у меня внучки для них готовим. Очень красиво, очень красиво. Шикарно. Так, я иду дальше. Можно? Это для мужчин. Вот, возьмите. Да, да, да. Чесночок. Вот это, рассказывайте. Это чесночок домашний. С цельными даже, да? Ой, как красиво с бабочками все это дело. Где с бабочками? Это горький перец в заливке. Ой, 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 смотри, смотри. Давай сюда неси. Нет. Все, все. И вон ту баночку. Подождите. Ты нам неси. Вот это, подожди. Это ассорти. О, ассорти всего. Так, что вам нести? Это будет тебе, а сейчас на нам. Зачем нести у вас там тоже? Сейчас мы посмотрим все. Подождите, подождите. Как нужно любить это дело, чтобы с таким трепетом относиться? Посмотрите, ребята, это просто шедевры. Слушайте, просто шедевры. Какие вы молодцы. Давайте я вас обниму. Так мне приятно. Спасибо большое. Идите. Вот так мне приятно. Скорее, скорее идите сюда. Вот и все. Молодцы. Вот на неделю. А у вас что? А у нас тоже есть. А у нас в квартире газ. Давайте показывать. Смотри, у нас есть чай, ягодка с клубничкой. Ягодка? Да. С земляничкой. С земляничкой. И с листьями малины. И то, что ты отказался. Медок. Раз, два, три. Да. Залепель. Да, и кексики. И чая. Для чая. Оно не твое. Это тоже ваше? Да. Не, не, не. Оно не твое, оно даже уже не наше. Мы готовились. Уже все забрали. А, это даже уже мое? Да. Все, Ленина, да. Все. Ну что ж, спасибо вам огромное. Очень приятно. Спасибо. Итак, давайте Жанну и Анастасию спросим, как долго вы к нам ехали? Ну, наверное, побыстрее заехали. Гораздо быстрее. Немножко быстрее? А откуда вы ехали? С какого района можно спросить? С Каменной горки. С Каменной горки и Маяк Минска. Да. И как там районы развиваются? Ну, ваш-то маяк понятный. А как там каменька моя любимая пожелает? Цветет, цветет. Цветет и пахнет. Строится, цветет. Какое время было у меня на каменьке? Привет. Это уже информация для другой программы, не для сегодняшней. А я напоминаю нашим зрителям, что у нас время ограничено. Есть четкие критерии оценки, и чтобы пройти в следующий тур, это мало, просто пообедать. Давайте напомним правила нашего шоу. В кулинарном поединке сражаются две команды. Они готовят из одинаковых ингредиентов, но заранее набор продуктов никто из них не знает. На приготовление блюд ровно 45 минут. Главные критерии оценки – вкус, подача и технология приготовления. Мы определяем победителя каждого выпуска, но в следующий тур нашего шоу выйдут лишь 16 команд, набравших наибольшее количество баллов. Кто вырвется в лидеры, а кто опустится на несколько строчек ниже, мы увидим в конце программы в нашей турнирной таблице. Ну что ж, я предлагаю, друзья мои, сейчас заглянуть в наши корзинки и посмотреть, какие продукты мы вам сегодня приготовили. Давайте смотреть и рассказывать нашим зрителям. Вешенки. 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 Масло сливочное. Элитное. Элитное. Какое ведущее такое масло. Элитное у нас масло бабушки на крынке. Секундочку. Так, иду к вам. Что еще не назвали? Грецкие орехи. Грецкие орешки. Сырочек вот здесь хороший. Сырочек у нас бабушка на крынке. Яблочки. Яблочки. Филе. Филе куриное. А, куриное филе. Рис. Ну и, конечно, главный помощник на кухне – это комбайн белорусского бренда «Ареса вам в помощь». Теперь у вас есть ровно одна минута, чтобы посовещаться, посмотреть еще раз на набор продуктов и решить, что вы будете готовить. Одна минута, время пошло. Я увидела вешенки. Я никогда в жизни их не готовила. Я их ела, это, наверное, может, пару раз, и то я даже не знала, что они где-то есть в блюде. Но вешенки меня немножечко насторожили. И сам набор продуктов показался каким-то немножко таким скудным с какой-то стороны. То есть у меня сразу же в голове блюда никакие не сложились. Поэтому, ну, немножко такой шок был. Хотелось бы что-то там еще увидеть, картошечку какую-нибудь, а не рис. Набор продуктов был достаточно широкий. Продукты все для нас были знакомы, за исключением грибов. Вешенки видели и готовили впервые. Раньше нигде не встречали их. Набор такой хороший попался, так скажу я. И шпинатик, и грибы, и яйца, и грецкие орехи, и яблочки. Ну, вроде бы набор очень хороший, филе куриное. Ну, со всем дружим работаем. Ну что, минута прошла. Давайте-ка узнаем, чем будем удивлять наших экспертов. Итак, давайте у вас, прошу. Итак, мы будем готовить рис по-турецки. Лодочки с грибами и сыром. Лодочки с грибами и сыром. И яблоки запеченные. А вы видите, рис по-турецки как гарнир или как будет самостоятельное блюдо? Нет, как гарнир. Ага, а давайте вот... А лодочки с курицей, я так понимаю. Да, из куриного филе. Лодочки будут из куриного филе с грибами и сыром. Это номер раз у нас блюдо, правильно? Рис по-турецки. Рис филав. И яблочки запеченные. И яблочки запеченные. И того сколько блюд у нас получается? Три. Три блюда будем готовить. А чем рис по-турецки отличается от риса по-белорусски? Потому что вначале он обжаривается. Обжаривается? А мы не обжариваем рис никогда? Обжаривается. Обжариваем. Так, обжарили рис. И? А потом заливается кипятком. Немножко турецкой приправы. Нет. Обжаривается на сливочном масле. А потом заливается кипятком. И немножко томится на плите. Хорошо. Своя технология. Хорошо. Все, три блюда. Зафиксировали эксперты, да? Три блюда. Иду к вам. Сколько блюд у вас сразу? Два. Два у вас. Прекрасно. Мы начнем с завтрака. Мы приготовим утро. Утро. Завтрак. Яйца за шпинатом. Они будут называться... Они будут называться... Дизайнерские. Они будут дизайнерским называться Коко Шпинат. О, хорошо. Коко Шпинат. Так. А второе блюдо? Второе блюдо у нас будет... Это будет сливочное одеяльце. Я не название... Это уже ночь. Уже спать ладим сюда уже. Был завтрак, а сейчас ужин. Это обед. Следующий будет... Одеяльце обед? И спать потом? Или что? Нет. Ну, некоторые спят днем. Ну, хорошо. Сливочное одеяльце. Что под одеяльцем-то? Под одеяльцем будет рис. А одеяльце будет из курицы с грибами в сливочном соусе. Я думаю, что многие зрители наши тоже сейчас под одеяльцем еще пока нежатся у себя там. А мы их сейчас будем дразнить, понимаешь? Будем дразнить аппетит. Зафиксировали наши эксперты, значит, блюда, шедевры. И я предлагаю запустить наши 45 минут. Обратный отсчет. Поехали. Три, два, один. Время. Полетели, полетели. У меня такой к вам один очень интересный вопрос. Как вы думаете, кто профессиональнее будет? Вон та команда, у которой опыта поменьше. Или вы? Как вы думаете? Откуда вы знаете, у кого опыта побольше и поменьше? А, по глазам вижу. Серьезно? Конечно. Я думаю, что... Вы знаете, вот такой, знаете, такой легкий взят, а есть такой, вот вы же знаете, опытный. Опытный, тяжелый такой. Нет, не тяжелый. Опытный. Вот именно опытный. Вот, кстати, а если бы не мы выбирали вам продукты, а вы выбирали продукты, вот чем бы вы могли бы удивить наших экспертов? Каким блюдом, например? Я бы сделала рульку запеченную с кислой капустой в пиве. Ой, молчите, ой, молчите. Это же такая вкусная. Ой, это же такая... И же это покислее, чтобы капуста была, правда? Да, да. Пиво. Пиво. А, и пиво еще? Самое главное. Я скажу, бокалы наполнили. В пиве. И пивом запить? Нет. О, нет. Самогон. А что вы так тихо говорите? Да. Можно громче, да? Все знают это слово, конечно. И оно отнюдь не ругательское. Нет. Ты что? Оно относится к здоровью. Вначале, конечно, паника была. Пока определились, что мы будем готовить, пока распределились, кто за что отвечает, кто что будет готовить. Паника была, где-то переключались, друг другу помогали. Кто тогда придумал эту идею, что нужно подправить нам заявку? Кто из вас? Моя мама очень любит ваше шоу. Посмотрела уже... Как зовут маму сразу-то? Татьяна. Привет, Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, вам большой привет. Смотрите нас, болейте, болейте за ваших. Так. Вот, она очень любит ваше шоу. Смотрит его каждые выходные. Посмотрела все два сезона. Все два сезона? Да. Я так понимаю, что она должна была вам какие-то наставления дать? Конечно. Конечно. Что рассказывала про этих парнях в шапках? Кто самый неприятный из... Почему сразу неприятный? Приятная у вас передача. Из нас трех. Вы дождитесь финала. Подождите. Во время приготовления блюд немножко отвлекались на разговоры с Германом, поэтому иногда забывали что-то досолить, перемешать, но друг другу помогали и исправляли свои ошибки. Идет первые 15 минут. Я готовила мясо. Я к этому подошла ответственно. Все делала и не обращала никакого внимания. Что касается родства, вы родные сестры? Нет. Не родные? Мы твои родные сестры. Но росли вместе, правильно я понимаю? Да, мы в деревне были вместе. В деревне? Все детство, да. Сколько лет? А, все детство прямо пробыли в деревне. Мы были в деревне у бабушек. И чем запомнилась деревня вам больше всего? Вот это такой очень интересный момент. Ну чем может запомниться деревня? У каждого свое. У кого-то танцы, как у меня на мотоцикле. И танцы, и танцы на мотоцикле. И было все. И корова у бабушки была. И ягоды, и грибы. И грибы, и все. И сено, да. И песни бабушек. И озеро у нас там чудное. И сено было. И помогали и картошку, наверное. Конечно, и картошку. А из блюд, вот, например, что было, запомнилось из детства, из блюд, которые готовили? Ой, у нас бабушка Аня готовила очень вкусно. И блинчиками, и печкой. Аладушки с сахаром. Вот такой омлет. Вот такой. А вот это было, как ее? Мочанка. Мочанка, точно. Конечно, было. Блинами, на грифире. Бабка, печи. Бабка, печи. А деревня у вас где-то под Лепелем, правильно? Пышно, да. Как называется? Пышно. Пышно и Новоселки. Пышно и Новоселки. А там кто-нибудь сейчас проживает? Там сейчас, в этой деревне. Да, да. Крестная, и мы там собираемся. Так может, она еще и болеет там за вас? Конечно, конечно. А кто болеет тогда за вас? Давайте перечислим. У вас такая большая семья? Очень большая. В первую очередь мама, дети, муж. Дети, муж. Коллеги по работе, наверное, тоже. Да, коллеги по работе. А что за коллеги? Где работа? Я работаю бухгалтером в больнице. Бухгалтером в больнице? Да. В центральной Лепельской больнице. В центральной Лепельской больнице. Елена, а вы где работаете? Елена в больнице. А Юля работает в школе. А, Юля в школе работает? Да. А Елена в больнице? Да. Все, теперь запомнили. И, значит, в школе, что за работа в школе? Бухгалтером в школе? Нет, я работаю учителем. Учитель на математике и информатике. В средней школе номер один в городе Лепеля. Никогда ничего не случилось. Я являюсь классным руководителем 9-го Б-класса. Очень хороших деток. Да? Да. Вы прекрасно сохранились. Потому что столько... Ну, это настолько нервная профессия. Представляете, вот этих всех? Я просто себя вспоминаю как бы в школьное время. Это ж я не знаю. Спасибо. Немножко у меня не получилось приготовить рис, как я хотела. Сам процесс приготовления у меня дома обычно такой гладкий, и все как надо идет. А здесь получилось так, что вода стала выкипать. И это было таким, как непредвиденной ситуацией, грубо говоря. Потому что я знаю, что она не должна выкипать, а она начала выкипать. И, соответственно, я уже не понимала, достаточно или нет там воды, приготовится он или нет. Но немножко так и заволновалась. Как вам ваши соперники? Замечательно. Вы так поглядываете немножко, что-нибудь в этом делаете? Конечно, конечно. Да. Очень милые, да. О, и что, и как вы думаете, можно им прям отдать победу? Знать, конкурента в лицо надо. Победу? Не, ну победу зачем кому-то отдавать? Вот. Ну ладно, отдадим, они же милые. Нет, они милые, но мы же тоже милые. Нет, вы вообще, такие все солнечные сегодня, да? Да. И это несмотря ни на фартах, а это все в глазах. Отлично. Что успели уже нарезать? Что успели сделать на... Мы уже успели сделать шпинат. Ну рис сейчас варить. Готовы уже, да? Варим рис, обрабатываем грудку. И вот Настя занялась вешенками. Да, первый раз в жизни я не занимаюсь со всеми лесными белорусскими грибами. Я их очень люблю. Ты что-то в году успели что-то насобирать? Мало, в этом году очень мало. Лисичек зато очень много было, но... Они какие-то были сухие все лисички в этом году или нет? У меня нет, мы знаем места. С грибами и вешенками я сразу подумала, что нужно как-то их расценивать как лисички, потому что они похожи. Больше никаких мыслей не было, потому что видела их впервые. Вот, поэтому начала их так разделывать, как делаю это с лисичками. Расскажите теперь вашу историю, как вы попали к нам на шоу. Кто отправлял заявку, кто падал в обморок. То есть... Я падала в обморок, а Жанна отправляла заявку и предлагала мне по участку. Хорошо, а что там написали в анкете про себя, расскажите? Написали, что у меня семья, муж, двое дочек. Двое дочек. Да. Замечательных девочек. Очень любит кулинарный шоу. Как зовут сразу, а то они сейчас обидятся. Милана, ей 7 лет, привет, где, куда идут. Вот туда, вот туда. И Кариночка, привет. Кариночка маленькая, 4,5 года. 4,5 года. Так, что еще писали про себя? Я писала, что я занимаюсь работой с людьми. Это как-то непонятно, даже мне? С психикой, с подсознанием работаю людей. Занимаюсь арт-терапией. Вы доктор? Почти, конечно, я врачую людей. Ну, то есть, каким образом происходит исцеление? Я занимаюсь арт-терапией. Это работа с различными арт-материалами. Там используется все что угодно. Рисунки, пластилин, песочек, метафорические карты, медитации. Все, что касается творчества, используется для того, чтобы помогать людям. Получается, я тоже, типа, терапевт музыкальный? Это такая, я могу сказать, конечно. Я могу как искалечить, так и исцелить? Это 100%. Жемстые сердца. Все мы терапевты в своей стиле. Не, оно на самом деле работает. Это на самом деле, просто это более интересно, чем просто там прийти к психологу и разговаривать. Интереснее, что-то творить. Ну, например, нет, давайте вот по делу, давайте по делу. Вот я пришел, я больной. Я больной, например. Да, чем? У меня вот, ну, не знаю. Душа болит, да? Душа болит. Ну, вот грустно мне. Вот у меня просто грустно. Я прихожу и начинаю плакать. Ему 37, и он все еще одинок. Ой, с Настей у нас тандем сложился замечательно. Мы давно друг друга знаем, так что мы, в принципе, понимаем друг друга под полуслово. Никто ни с кем у нас не спорит. Мы как-то распределили всю работу в самом начале, и на протяжении всего времени на съемки все шло хорошо. А вы на этой почве как-то встретились, подружились? Нет, вообще не на этой. Вот Жанна здесь расскажет. Ну-ка, Жанна, да, расскажите. Мы с нами познакомились, когда нам было по лет 17. Мы еще учились в 11 классе. Ой, а сейчас он как будто бы, вот посмотрите на меня, да? А сейчас нам уже 18, да. Да, так. Вот, мы с ней познакомились. Мы с тобой где познакомились? Подготовительное. Поступали в институт, и подготовительные вот эти вот курсы. Курсы. Мы их посещали. Я училась плавать, Настя училась делать что-то другое. Так научились? Нет. Не научилась. Еще и не поступили. Нет, у нас отменили, слава богу, в этот год экзамен по плаванию поступительный. Вот, и мы познакомились. А это где-то какой-то университет спортивный? Да, на менеджер туризма учились. А, менеджер туризма, да? Да, да. И все, мы там познакомились с Настей, а потом так... Мы учились на заочном. Да, учились на заочном. А потом мы как-то сошлись в одном месте, где мы работали. Случайно, совершенно случайно. Я увидела девочку, с которой я хожу на курсы. И все, и мы стали дружить, 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 и дружим до сих пор. До сих пор. Дети наши почти одного возраста. Дети наши одного возраста. У нас там два месяца разница. И они тоже дружат, ходим друг к другу с днём рождения. Да, моей дочке семь лет, и вот ее дочке вот скоро будет тоже семь. Мы молодцы. По глазам верю, по глазам верю. А, хорошо, а чем вы занимаетесь тогда? Я? Я художник-декоратор. И как вам наша студия? Замечательная студия. Говорите еще. Я считаю, что... Да, эта студия удалась. Говорит, что нас слышит сейчас. Наценку давать. И видит. И видит. Студия удалась. Студия стильная. Стильная. Она выглядит эффектно, стильно. И вот яркие вкрапления, которые сегодня здесь присутствуются. И помидорчики сзади, смотрите. Помидорчики сзади тоже. Они подчеркивают это все, да. Вот, видите, мне не профессионал. Сразу, значит, видно. А вы сомневались, Антон. Творога здесь не было, и я решила сделать самостоятельно его. Этому очко добавила сметанку, и все. Он получается нежный, вкусный, сладенький творожочек. Ну, творог сочетается с яблоками, поскольку я знаю. Потому что я готовила и деток своих кормила, и делала сама творог. Вот и все. Мне это очень нравилось. Даже детки хорошо кушали у меня. И почему бы яблочко не сделать с творогом? Мы можем говорить бесконечно, если честно. Но вам, я, уважаемые телезрители, сообщаю, что первые 15 минут программы позади. Ну что ж, интрига только нарастает. Все самое интересное и острое впереди. Не уходите далеко. Партнер программы – компания «Бабушкина крынка». Сохраняя полезные свойства молока, заботится о каждом. Вы делаете правильный выбор, начиная каждое воскресенье вместе с ОНТ. Ведь мы дарим вам очень много новых рецептов и ароматных блюд. Это шоу «Народный повар». Так, что-то здесь суета. Суета появилась какая-то, да? Конечно. Только времени уже прошло. Может, вам нужен помощник? Кстати, обратите внимание, что у нас на столе стоит качественный комбайн нашего белорусского производства. Это бренд «Ареса». «Ареса» – профессиональный подход. А вы, кстати, живете в частном доме или квартире? Конечно, частный. В частном доме? Вот как я завидую людям, у которых есть свой бассейн, свой тренажерный зал. Сажилка. Сажилка. Это же просто мечта. Это уточки плавают каждое утро у нас. Красота. Видите? А у кого пасека есть? У мужа. У мужа занимается 12 лет пасекой. Это мед с пасеки? А пчел, какое количество у вас этих, как назвать? 40 домиков. 40 домиков? Ну, это прям много. Много. Это очень много. Это очень много. А что, им сейчас холодно там или что? Ну, лето в этом году было холодное, медо не очень-то у нас. Не очень-то и много. Да. А майский удалось взять? Что? Майский удалось взять, влепили? Нет. Не взяли? Нет, один раз катали только. Я готовлю куриное филе как? Чтобы оно было мягким и сочным, обязательно нужно добавить сливочное масло туда, вовнутрь, да. Добавляете сливочное масло вовнутрь, обжариваете лук с грибами, ложите туда все, засыпаете сыром и зажариваете буквально 15-20 минут. Все. А вы знали, что у нас наши гости, или я повторюсь, что Алена у нас вегетарианка, между прочим? Ну, вот яблочки. Яблочки, Алена, запеченные. Меда нет. Без меда, ну, с творожком домашним. Сами сделали, видишь? А рис еще по-турецки. Рис по-турецки тоже можно сделать. И курицу можно, там нет крови. Там нет мяса. Алена, так расскажи нам про твое вегетарианство. Не надоело еще тебе как бы? Ну, вегетарианством я пришла к нему осознанно. То есть сначала это были просто чистки организма. Суть заключалась в том, что я неделю ела только овощи, фрукты, чередуя. И вот, наверное, уже раз на шестой или седьмой я уже просто не вернулась из этой чистки, потому что это удивительное состояние эйфории. Когда тебе легко, когда коэффициент полезного действия твой, он настолько высокий, что ты как энерджайзер. Как понять коэффициент полезного действия? Как понять? Это энергия твоя? Очень много энергии высвобождается. Ведь на переваривание мяса, внимание, мальчики, расскажу всем, на переваривание мяса организм должен уделить, отдать три дня энергии. А на терпение женщины, представляешь, сколько мы отдаём своей энергии? На терпение женщины, представляешь, сколько мы энергии своей отдаём? Не знаю. Побольше, чем на переваривании мяса. Хорошо. И эту энергетику, энергию... И на самом деле, когда... Ну, хотя бы я рекомендую делать такие чистки, высвобождается энергия, которая уходит на залечивание организмом своих собственных ран. И в этом плане... Какие раны? Господи, тебе сколько лет? В организме всегда... Душевные. А, душевные. Это уже к вам, Герман, это уже к вам. Душевная рана, хорошо. С куриным филе я дружу. Я дружу с мясом в целом. Мы достаточно подружились, и мы нарезали его, потушили, пожарили, всё было хорошо в этом плане. Герман, Герман, всё достаточно просто. Просто-напросто... Она отчасти права. Что? Она отчасти права. Насчёт... Но мясо, вегетарианство и так далее. Но дело всё в том, что всё должно быть в меру. И поэтому, если делать всё, что она говорит, а мясо кушать всего лишь порция должна быть 75 грамм. Не стейк полкило. Как не полкило? Да, а просто 75 грамм. Это сколько, покажи. Да, да, да. Я не вижу отсюда даже, сколько это. О, 5 на 7. 5 на 7, 35 квадратных сантиметров. Давайте открыли для Германа, судя по его сторисам. И в итоге получается, что ты получаешь... Сторис не стимишь никак. Ты получаешь из животных белок, и всё, что там, там, B12 и так далее, всё, что нужно, но при этом ты не тратишь много энергии на переваривание пищи. На твоей ферме сколько весит стандартный стейк? Ну, меня люди любят, когда стейк, такие именно тот, знатоки, от килограмма и выше. Ну, так о чём речь? Какие 75? Ну, они его на троих. А, 1 на 15 человек. Да, да, чтобы всё было красиво, конечно. Бедные, подшелудочные. Я так именно и учу. Я делаю стейк на большой деревянной доске, специальной, стейковой. Всё сразу же режу, как говорится, соль и перец на него, и каждый берёт там по кусочку, по два, и всё. И всё, и всё получается. Тогда может быть. Ну, я не ваше. Глазами, ты понимаешь, всё ел. Сторисы от Германа закончились, всё, мясо больше там не будет. Когда мы увидели яблоки, мы поняли, что с них можно приготовить запечённые яблоки, но у нас одно из блюд стоит в этой, в духовке, и мы не знали, хватит ли нам времени, чтобы приготовить два по отдельности. И вот когда поняли, что яйца уже приготовились, и можно что-то ещё поставить в духовку, мы взяли за яблоки. А кто, вы вместе готовите десерты, да? Да. А я думаю, просто кто-то один отвечает. Хорошо. Мы вообще не планировали, но у нас вроде время подстаётся. Да, Жанна, а почему, кстати, не фирменный ваш торт? Может быть, для него были… О, вот видите. Можно было? Не было. Нет муки. Нет муки. Нет шоколада. Ну, как минимум, муки нет. И времени на это нет. Нет, мука не нужна. Нет, вы говорите про тот торт, который я писала в анкете. Ну, конечно. С ним связана какая-то интересная история. Там можно было бы немножечко из этого торта приготовить, но тогда нам надо было передачи бы… Сколько? Четыре, наверное. Так у нас есть четыре передачи. Ещё есть, да. Этот торт когда-то моей маме дала рецепт, моя крёстная, привезла его откуда-то. И этот торт мы печём на каждый день рождения в нашей семье. Не надоел ещё? Нет. Потому что он бывает… Такой прям вкусный? Несколько раз в год, особенно на мой. Тогда отлично. Тогда… Конечно. А как называется он? Графский развалин. А-а-а, Графский развалин, я знаю его. А какой вы знаете? Что-что-что? Из чего он сделал? Там мука есть. Нет, всё, это не Графский развалин. Хорошо, там нет муки. Нет, я помню, что там что-то вот такой… Он делается из безе. Слушай, а ты смотрел? Из безе? Графские развалины из безе? Да. Да. В Беларуси почему-то все делают его из коржей. А вообще… Скаладных. Да. А вообще во французской кухне это безе. Безе, безе сгущенка. Кстати, было бы прикольно. Это как киевский получится или что? Нет-нет-нет. Нет, не так? Всё по-другому. Нет, это получится не киевский. Это будет безе. Безе заправляется сгущенкой варёной, с маслом, с какао. Так как Павлова, наверное, да? Больше? Нет, Павлова тоже не то. Оно заправляется сгущенкой, там смешивается с какао, с маслом и сверху поливается шоколадом. Очень сладко. Всегда идёт паначида. А, и грецкие орехи. И паначида. В Франции добавляют паначида. Это по-нашему сметана. Обязательно. Ну, нет. Мы не добавляем. В нашем традиционном рецепте нет. По Франции, откуда родом, то идёт паначида обязательно. В нашем традиционном рецепте нет. Отвечайте, отвечайте ему. Он иногда умничает и ему нужно ответить. Я же говорю, в нашем рецепте нет. Я не понял. А что, здесь всё уже готово? Мы уже соберуете? Там, смотри, там, Герман, там лебеди уже готовы, понимаешь? И куда они летят? Тебе на капот, на твою машину поставим, Герман. Достали яблочки из духовки. Одно из них было растрескано. Мы его аккуратненько поправили, уложили. Получилось достаточно красиво, аккуратненько всё. Единственный момент. Мы их подали без кожуры. Потому что они разделись сами. Они лопнули, и мы решили просто не мучиться и не соскребать эту кожуру, чтобы это было эстетически красиво. Мы просто подали его без кожуры. Вот такой ноу-хау. Друзья мои, мне тут сообщили, что, оказывается, уже вторые 15 минут программы позади. Ну что, плиты, я уверяю вас, накалились до предела. Но вы оставайтесь у экранов, чтобы ничего не пропустить. У нас будет очень и очень вкусно. Партнёр программы – компания «Бабушкина крынка». Сохраняя полезные свойства молока, заботится о каждом. Народный повар. Если вы только что включили ОНТ, то очень удачно попали на самое вкусное шоу о еде и о людях. Народный повар. А я хочу напомнить, что партнёр нашей программы – лотерея «ТОЛАТО». Каждую неделю у её участников ей шанс выиграть суперприз – 200 тысяч рублей, а также другие денежные крупные призы. И ещё побороться за современные гаджеты в акциях для пользователей на сайте tolato.by. Приобрести билеты можно как в собственных точках продаж, так и у партнёров. Например, на почте, в банке, в крупных сетях гипермаркетов. А ещё проще – зайти на сайт tolato.by. Где бы вы не увидели, где бы вы не увидели фирмные логотипы, билеты «ТОЛАТО», знайте, именно там исполняются мечты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алена, как у тебя с азартом? Ты вообще азартная? Ну, наверное, да. Ну, типа лотереи там какие-нибудь, ты выигрывала когда-нибудь играла? Нет, лотерея я не азартна. То есть никогда не выигрывала, получается? Нет, я выигрывала. Сколько? Ну так, по мелочи. По мелочи, я тоже сам, если честно. По мелочи. Но я азартна в работе. Угу. Ну, хорошо, но конкурсы ты точно любишь. И я, кстати, недавно в Инстаграме видел, что ты была в Москве на каком-то большом очень конкурсе. Что это было? Я была как член жюри телевизионного большого конкурса под названием «Большая сцена», который проходил, отборочные туры Vegas City Hall проходили, а большой концерт, где я тоже принимала участие как исполнитель, проходил в Кремлевском дворце. Это международный какой-то конкурс? Это международный конкурс. А какой там приз? Приз какой? Выступление вместе с известным исполнителем, плюс песня, продюсирование. Ничего себе подарки. Хотя у нас тоже классные подарки. Но я хочу отметить, что я с гордостью сидела в жюри, потому что белорусские участники, вот эта вот молодежь, рожденная уже в двухтысячных, очень талантливые ребята. Они уже учились на другой манере исполнения. Они же такие открытые, яркие. Мы немножко учились в классической школе. Что-то мы яркие, мы открытые. Мы яркие, но мы в другом формате исполнения. А вот эта вот молодежь, она уже такая креативная. И очень много представителей было из Белоруссии. И девочка победила, заняла первое место. Победила прям наша? Наша победила. Молодец. Это было гран-при, есть первое место, второе место. И белорусские показали себя очень хорошо. Ну замечательно, слушайте, классно, классно. Так, ну вот судя по твоему инстаграму, ну по крайней мере какое-то время назад, ты любишь путешествовать? Я очень люблю путешествовать. И в связи с тем, что сейчас особо мы никуда выехать не можем, то для меня каждый выезд, наверное, не так часто уже, как раньше было. Там это мы все время, у нас гастрольный тур у белорусских артистов. Каждый год, ежедневно, по нашей родненькой. Вот, это само собой. А когда уже далековато куда-то выезжаешь... Ну где ты была? Хорошо, расскажи нам, где ты путешествовала. Пока что у меня есть возможность за пределы нашего государства выезжать в Россию и в Египет, Турция, традиционно, как все. Таджикистан, Туркменистан. В Таджикистане я была, в Туркменистане я была, в Казахстане я была, в Узбекистане я была, в том числе на кинофестивале в прошлом году. Кинофестиваль, который проводится 30 лет. И там были заявлены самые знаменитые актеры Голливуда в том числе. И там знаменитый актер был из великолепного века, турецкий. И просто все там с ним фотографировались. А я-то к тому времени еще сериал не посмотрел. А теперь-то я посмотрела и теперь жалею, что я с ним не сфотографировалась. Я с ним была в одной гримерке. Да. И как он? У меня теперь, понимаете, трагедия. А что ж он не забрал, что белорусскую красавицу себе? Все, сколько он зарабатывает. Прекрасно, вообще, прекрасно. Сервестал, как это было? Сервестал, да. Сервестал Сталлоне. Сталлоне, короче, да. Да. Тоже был. Самое лучшее гостеприимство. Свежие фрукты, овощи. Ухаживают, смотрят за тобой. То есть я... В общем, аутентично, самобытно. 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 Если есть возможность, то я бы, конечно, допустим, в Узбекистане клипы себе сняла. Потому что, когда у них бывает такой период, когда там цветут у них поля, и это очень красиво. Как наши подсолнухи. И у нас подсолнухи. И кукурузок, кстати, тоже. У нас там прям можно суперклипы снимать. Вот у тебя есть фотография в подсолнухе? Скажи, Антон. Нет. У меня на даче с моей кукурузой. С цветной. А? Ты опять со своей кукурузой. Я знаю точно, что у тебя есть. Давай. Записываем. Соус может сделать ваше блюдо пикантным, кислым, сладким. А может дать ему такую тонкую интересную зимнюю, как наш сегодняшний соус с грецким орехом. Нам нужна будет вот такая вот насадка для нашего миксера Ореса. Вот сюда мы кладем обжаренный грецкий орех. Грамм 200. Такой хороший пучок мяты, но только без стебля, только листики. Чеснок. Перебиваем в однородную такую консистенцию. Добавляем немного масла и вкусного мясного бульона. Перебиваем вот так вот. Можно чуть потрясти, поколдовать. До однородной консистенции. Немного перца, чуть соли и уксуса белого вина. Еще раз взбили. И когда мы подадим на хорошо зажаренное мясо в вашей духовке, ваши близкие и гости к вам еще вернутся и не раз. Живите вкусно со мной и с Ореса. Антон, ну как всегда, познавательный, интересный. Интересно. Профессионал. Профессионал своего дела. Друзья мои, а тем временем я посмотрел на часы и понял, что времени больше не осталось. Начинаем обратный отсчет. Поехали. Три. Три. Два. Один. Стоп. Время. Показали нам ручки. Показали ручки, отложили ножи или вилки. Кто же опередит соперников и вырвет победу буквально из тарелок? Узнаем через несколько. Народный повар. Мы ваш личный путеводитель в мир вкусной и полезной домашней еды. Вы смотрите кулинарное семейное шоу «Народный повар». Лепель приготовил у нас первые блюда и оказались первыми. И, пожалуйста, наши эксперты, можно пробовать. Давайте-ка прикоснемся к прекрасному. Так что, господа. А я, как всегда, к вкусной и полезной молочке от бабушкиной крынки. Бабушкина крынка заботится о каждом, захраняя полезные свойства молока в своих продуктах для здоровья покупателей. В связи с тем, что я не могу попробовать это блюдо, давайте я вам это отдам и буду доверять вашему мнению. Я должен буду высказать свое мнение? Да, мне лично, а потом я сделаю вывод. Ну все, идет. Довольно ведущий. Первый раз, первый раз. Спасибо тебе большое. Спасибо. От имени бабушки моей, мамы. Кушай, кушай. И всех, кто за меня болеет. Ну, сразу смотрела, как начали кушать. Или отставили тарелочку, или подвинули. Но нашу подвинули и несколько раз попробовали. Мне уже это понравилось. Конечно, очень волновались. Особенно, когда пробовал Антон наше блюдо. Потому что он очень скрупулезно относится к приготовлению всех блюд. Поэтому по мимике ничего не прочтешь. Если Андрей хотя бы изредка мог улыбаться, посылать какие-то взгляды, то у Антона нет у него ровных взглядов. И предугадать, что будет, какая будет оценка у него, невозможно. Ну что, эксперты, я вижу, что вы готовы. Да. Давайте-ка мы начнем тогда, пожалуй, традиционно. Ковбой, фермер Андрей Абрамов. Давай. Милые дамы, скажите, пожалуйста, а из чего начинка в яблочке? Мы сделали творожок. Творожок. Вы его сами сделали? Да, на молоке и сметане. Просто я смотрю, там творога нету, а там вдруг творог. Мы молочко и сметану. Явно не производственного происхождения. Да. Понятно. Деткам делали. Угу. Очень неплохо. Не скажу, что я в восторге, но очень неплохо. Все как бы там вовремя. Но, честно говоря, начинку... Корицы не хватает чуть-чуть. Да, вот что там не хватает, творожок. Вот я еще раз почерпну, я его не понял. То есть он явно для меня какой-то незнакомый и вкус, и консистенция. Поэтому здесь могут быть вопросы у меня лично. Вот. А так яблочко приготовлено замечательно. Угу. Вот. Чего не скажу о горячем блюде. Потому что рисинка к рисинке, прекрасная роза. Она вот просто и красивая, и вкусная. А, значит, ваша лодочка просто вот... Это какой-то шедевр. Спасибо. Я очень доволен этим блюдом. И как вы готовили, и как вы смотрели за столом. Это было просто прекрасно. Вы умнички. Спасибо вам большое. И вам, Андрей, спасибо. Ох, ну это дорогого стоит услышать в улыбке этого ковбоя над добрыми словами. Это что-то невероятное. Пожалуйста, Алена, как тебе? Так, ну, как тебе? Девчонки, вот честно я вам скажу, я впервые в жизни ел в блюде в этом лук с грибами и сыром. И это так вкусно. А сочная грудка, я в жизни, я все время пересушиваю. У меня меньше, что получается, а вы что? Масло для этого езжай. Ну, это так вкусно. Вы просто богини. Честное. Вот честное слово. Умницы. Вот это лично мое мнение. Отлично. Что по рису. Чем он отличается? Рис я не разбираюсь. Это рис. Расскажи мне, чем он отличается. Обычный рис от турецки. Просто обычный нормальный человеческий рис. Потом и обычный помидор. Я за мясо. Это я тоже могу приготовить. Но вот что касается мяса, вот вы меня хотели услышать, это божество. Спасибо. Молодцы. Прекрасно. Мне спасибо, я услышала твое мнение. Яблоко. Яблоко прекрасно приготовлено у нас. Единственное, все-таки, наверное, вот с творогом очень нетрадиционная подача, потому что все-таки яблоко любит корицу, изюм. Нету. Люди любят. Они самое идеальное сочетание. У нас на кухне нет ни изюма, ни корицы, ни меда. Яблоки с грецким орехом. Вот. Это я почувствовала. Наверное, все-таки надо было вот с творогом здесь... Ну, творожок, понимаете, он нежный, мы же его сами сделали. Они не сочетаются, ни по текстуре не сочетаются. И странно, запеченный творог в яблоке, они как-то не дружат. А деткам я даю творожок с яблочком печеным. И мне хочется добавить туда муки, мне хочется добавить туда муки и приготовить какую-то консистенцию, наверное, больше, которая должна быть в яблочке запеченной. Вот. Я бы тогда сделала так. Вот. Ну, а так, браво у куриной грудки. Все срослось. Это мнение наших экспертов. Да. Итак, пожалуйста, и финалит. Пожалуйста, Антон. Итак, Елена Юля, начнем с вашего гарнира. С риса по-турецки. Ну да, он по-турецки, он просто сделан так, как делают рис. Сама технология преобразования риса в Турции именно такая, да. Но они в него во время жарки добавляют овощи. Перец красный, там может быть цукини, потом помидор может быть кубиком, морковочку. Рис пилав, рис по-турецки. Здесь мы просто имеем рис. Сам по себе рис, да, он хорошо сделан. Сливочное масло чувствуется, специй чувствуется, все хорошо. Но хотелось бы дальше вы развили тему рис по-турецки и подали его совсем шиком турецким, да. Потому что звучит рис по-турецки. Мы получаем рис по-турецки. По поводу вашей лодочки. Когда пробуешь ее не с той стороны, где у нас есть наполнение, то все хорошо. Она сочная, она самодостаточная, в ней хватает и соли и перца. Но вы должны знать, что когда вы готовите грибы, особенно в таком варианте, когда вы не досаливаете, делаете очень тоненькую грань соли в мясе и даете грибы, которые вообще без соли, либо вы их очень мало посолили, то они в себя забирают все. И в сердцевине получается, что там не хватает соли. В смысле? Вот края все хорошо, а в сердцевине грибы, они очень резко бьют на вкус, что они вот прям вот они не соленые. Это очень сильно чувствуется. И лучок можно было чуть-чуть больше прожарить, он был бы более слаще и была бы другая нотка. Потому что местами попытается он такой хрум-хрум, такой чуть-чуть. А так, в целом, вот эту розу мы смешаем с рисом, петрушку порежем, в рис добавим, рис по-турецки, отлично, с грудкой все хорошо. Но потому что с грибами, просто знайте, что грибы любят соль. На будущее. Соль. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Кстати, Антон, ты прав. Я сейчас добрался до середины. Я же эксперт. Он нафинал от центра. Точно. Так, по поводу яблочек и творожка. Не хватило просто сахара. Тогда и Алена бы нашла бы для себя эту грань сочетанием. Это был бы как мостик для сочетаемости. Творок вкусный. Вы молодцы, вы сделали творог сами, вы просто вот молодцы. И яблоки тоже шикарные, как яблоки запеченные. Они, ну, вкус яблок наш родной, белорусский, он хорош. Но мы должны всегда знать, что когда мы делаем яблоко запеченное, неважно чем, мы сначала пробуем само яблоко. Какое оно. Понятно. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Как всегда, спасибо нашим экспертам. Ну, а я уже напомню, кстати, всем, что рецепты всех блюд, и в том числе и сегодняшних вы можете найти в инстаграм-аккаунте нашего шоу «Народный повар». Так что заходите, подписывайтесь, изучайте, да, готовьте, пробуйте и удивляйте своих родных и близких. «Народный повар». Ну, я иду к другой команде. Блюдо ваше уже там, да? Жанна Анастасия. Иди сюда. Уже можно? Да, уже можно. Вот это мне сегодня повезло. Например, у Алены я заметила, что ей понравилось яблоко. Она прямо сделала такой жест, что оно было вкусное. Андрею тоже понравились, мне кажется, наверное, все блюда. Он рис ел с удовольствием. Антон, он пытался рассмотреть вкусовые вот эти вот все нотки. Что-то мы недосолили или наоборот пересолили, передержали. Он как-то более глубже смотрел на нашу работу. Я смотрела выпуск и знала, что очень часто достаточно строго смотрят, очень даже строго, я бы сказала. И иногда непонятно, с какой точки зрения будет человек подходить. Он больше будет смотреть на внешний вид или на вкусовые качества. И вообще, я впервые в жизни давала пробовать блюда незнакомому человеку. И я не знала, что ему важно. Ну что, если готов я, значит готовы наши эксперты. Пожалуйста, Андрей Абрамов. Вообще, сегодняшняя передача в самом начале мне показалась какой-то необычной. И я был в предвкушении что-то такого, не просто положительного, а именно каких-то впечатлений, которые я смогу сегодня получить. И у меня будут тоже какие-то эмоции. И вот у наших вторых конкурсантов, конкурсантов, милых дам, вот, это настолько получилось, как говорится, воплотить. Я получил эмоции впечатлений от вас и от вас. И да простят меня телезрители, я сегодня буду таким милым и пушистым, да и не доставлю им удовольствия, что я кого-то буду ругать. Все, перегорел. Потому что здесь все настолько прекрасно, что я не могу ничего сказать. Просто реально вкусно, эти одеялки, эти переходы, перепады вкусов. Как Антон меня тоже научил эти мостики. А вот это яичко, коко со шпинатом, это для меня вообще необычный вкус. Я никогда такой не кушал, это было просто прекрасно. И до яблока я добрался, оно как раз было сладким. Прям вытекал из него сахарный сироп, кусочки грецкого ореха. Я в таком наслаждении сижу вообще. Спасибо вам, спасибо вам. Это было просто замечательно. Уважаемые телезрители, телеканал ОНТ ищет нового эксперта. Шоу «Народный повар». Берем агронома. Нам нужен агроном. Как раз наоборот, к третьему сезону они все-таки стали готовиться относиться к серьезности. Да, все прекрасно. Пожалуйста, Ален Ланская. Рассказывай, как тебе горячее. Слушайте, я не знаю, или мне сегодня просто вот так повезло, потому что то, что я порой слышу вот от вашего стола, да, что это невозможно есть, что это пересолено, что это все. Мне настолько и предыдущее блюдо с луком, и это с луком, но так тоже все это сбалансировано в сливочном, как я люблю. Я очень люблю вот этот соус. И здесь тонко нашинкованы все эти грибочки, и все проварилось, прожарилось вместе с рисом. Ну, для меня это очень вкусно. И вот эти мостики ваши, Антон, они как раз-таки здесь вот как в Санкт-Петербурге. Они, понимаешь, сошлись. Поэтому очень вкусно. Я рада. Я рада, что Герману понравилось. Итак, девочки, особый респект вам за название, потому что это прям художественный подход. Вот это вот блюдо я попробовала. Яичко здесь, шпинат. Это классика, тоже традиционно. Шпинат заправляют яйцом, традиционно в том числе, и они очень хорошо сочетаются. Хорошая, красивая подача. Аккуратненько. Яблочко. Традиционно яблоко запеченное с грецкими орехами. Плюс, скажу вам за то, что вы грецкие орехи не стали измельчать, потому что цельный грецкий орех, он уже как бы самодостаточный. И ты его, когда видишь, ты понимаешь, вот ты будешь его кушать или не будешь. Сахара хватило, все в порядке. Единственное, я не поняла, зачем вы их облупили, яблоки? Они сами облупились. Ведь запеченное яблоко, оно же вот самый вкус всегда в этой шкурке поджаренной яблоко. Они сами облупились. Потому что, когда она хрустит у тебя на зубах, ты готов яблоко и это есть только ради вот этой кожицы, которая запеченная. А так оно немножко лысое получилось. Яблоко-колобок. А так, в принципе, вкусно. Спасибо. 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 Спасибо, Алена. АПЛОДИСМЕНТЫ Что, правда само облупилось, что ли? Да. Раскрылось, как цветолосик. Да? Да. Вот это яблоки. Хорошо. Они очень хотели попасть к жюри. Очень жюри хотели, да. Лысыми голыми. Лысыми, обнаженными, можно сказать. Да. Ага. Ну что, остался у нас Антон. Пожалуйста, Антон. Вы так скрупулезно изучали все блюда. Давайте-ка услышим ваше мнение. Я же должен был, да. Жанна и Анастасия. Начнем с вашего коко-шпината. В целом все хорошо. Баланс вкуса есть. Но сыра многовато. Потому что, когда ты его снимаешь с таронку и кушаешь чуть сыра, яйцо, желток и шпинат, это вкусно. Немного передержали в духовке, потому что у меня было очень мало желтка жидкого. Он уже почти весь запекся. Поэтому, возможно, сыр сверху и в два раза меньше было бы даже очень хорошо. В целом все шикарно. По поводу сливочной одеяльцы. Сливочные одеяльцы я разберу на весь постельный комплект. Сама курица с грибами, сливочным соусом и луком шикарна. Все есть. Все мостики сошлись. Вкус есть. Рис передержали. Вот рис у ваших коллег. Подруг. Подруг. Возможно, уже будут. Рис гораздо интереснее. Но если мы выбираем рис, то само это ваше одеяльце, оно теплое и уютное. Спасибо большое. Вы бы и сами под него. Да. По яблокам у меня есть пара вопросов. Почему вы убрали семена, но не убрали плодоножку? Это осталось внутри плотное. Есть эти сегменты, где лежат семена, они тоже плотные и это мешает. Орехи. Все шикарно. Крупный кусочек внутри. Можно было даже ножом вырезать всю эту сердцевину и туда все положить. И больше сахара еще насыпать. Потому что вот где был сахар сверху, где вы его насыпали, там шикарно. А где снизу у вас осталось целое яблоко, оно сразу кисло-сладкое. Такой резкий баланс, он мешает. Но яблок у нас не было заявлено, это просто на будущее для белочки. Спасибо большое вам. Спасибо нашим экспертам, спасибо огромное. Но оценки мы ставить не торопимся, потому что прямо сейчас я приглашаю на нашу супер сцену заслуженную артистку Республики Беларусь Алену Ланскую. Так, выше-выше ручки вместе со мной подняли. Вот, вот это я поднимаю настроение. А здесь? Брось расстояние, если так тянет нас, если так хочется просто обнять. Наши желания так вдохновляют нас. Хочется всё, чтобы здесь и сейчас. Разные правила созданы не для нас, а для того, чтобы их нарушать. И вспоминаю я наши признания, как захотели всех убежать. Мы с тобой просто люди, много не нужно говорить. Разное с нами будет, главное верить и любить. Мы с тобой просто люди, много не нужно говорить. Разное с нами будет, главное верить и любить. Счастье наполную ночи бессонные. С тобой я хочу рассветы встречать. Над океаном мы о существе мечты скажем всё то, что хотели сказать. Ведь разные правила созданы не для нас, а для того, чтобы их нарушать. В крепких объятиях наши признания скажем, что любим друг другу опять. Мы с тобой просто люди, много не нужно говорить. Мы с тобой просто люди, много не нужно говорить. Разное с нами будет, главное верить и любить. И любить, много не нужно говорить. Разное с нами будет, главное верить и любить. Спасибо за настроение. Алена Ланская у нас в гостях сегодня, спасибо. Ну что, поели, попели, а теперь давайте поработаем, уважаемые эксперты. Давайте-ка поставим оценки, то есть наши граммы. Итак, первая команда Елена и Юлия. Как же это было вкусно. Вот не хочется ставить никаких граммов, никаких оценок. Это их заставили сейчас сделать. Итак, эксперты, ваши оценки. 91, 97 и 79 граммов. Спасибо экспертов. Как вы сказали, один бухгалтер, второй математик, а сосчитать не могут. Но это ничего и страшного. Итак, я иду к второй команде. Уважаемые эксперты Жанна и Анастасия, дайте же свою оценку их кулинарным шедеврам. А, это вы барабаните? Да. Я думаю, кто это барабанит? Все время барабанит. Готовы? Поворачиваем таблички. 91, 99, 80. Спасибо экспертам. Путем нехитрых подсчетов с разницей, внимание, всего лишь 3 грамма. А что такое 3 грамма? Я даже не знаю, как это взвесить 3 грамма. Это ничего. Побеждает сегодня. Жанна и Анастасия! Аплодисменты! Город Линц сегодня ликует! Поздравляем! Поздравляем вас! Елена, Юлия, слушайте сейчас сюда внимательно. 267 это очень высокий балл и очень высокий показатель в нашей таблице. И это все к чему? Это к тому, что в следующий тур пройдут 16 сильнейших команд, набравших наибольшее количество грамм. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, как вы видите, наши подарки вам уже на столах. А это, внимание, техника белорусского бренда «Ареса». АПЛОДИСМЕНТЫ Самое вкусное молочко от бабушкиной крынки, от бабушкиной крынки. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно, билеты на ближайший розыгрыш «ТО ЛАТО». Здесь всем будет удача. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, спасибо огромное командам. Спасибо огромное вам, уважаемые эксперты, за ваше беспристрастное жюри. Уважаемый телезритель, до новых встреч. Это было самое вкусное семейное шоу на ОНТ. Народный повар и я, Герман Титов. До новых встреч. Пока. Мы любим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Атмосфера просто шикарная. И когда я смотрела проект, я гораздо больше переживала за мнение жюри, чем когда уже стояла здесь. Мы хорошо провели время в этой студии. Нам очень все понравилось. Мы готовили, мы познакомились с нашими коллегами из города Лепель. Очень понравилась. Обстановка очень хорошая, очень весела. Есть чему поучиться. Готовы мы вернуться, конечно, и порадовать наши жюри еще раз. Все будет хорошо. Да! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...